Субтитры делал DimaTorzok В любом виде считается Вот и отлично Какая-то активность пошла, это уже хорошо Итак, меня зовут Роман И в плане звука я мало чем известен Я на самом деле просто задрот, который Любит затрачивать Здорово, задрот Здравствуйте, дорогие братья И любит подертать струны И постучать по клавишам В то время, когда затрачиваешь надоедание Ну и естественно, когда мне Мне лет этих 15 Впервые показали Linux Уже более-менее такой развитый Даже под что-то собранный Спасибо моему преподавателю информатики Моей курсовой работой На тот момент было Это записать песню На пару минут Используя доступные средства Мне не дило пришлось поломать голову Но С тех самых пор я, честно говоря, забыл вообще Про проприетарные продукты Несмотря на то, что у них история была Чутка подлиннее И возможности у них, казалось бы, чуть-чуть побольше Но все взаимозаменяемо А где-то у СПО даже есть какие-то забавные фичи Для того, чтобы вообще понять Самого главного героя О котором я буду говорить, наверное, больше всего Жутко недооцененного Надо чутка взглянуть на Ну, как бы на часть То есть у нас имеется Собственно, ядро операционной системы Которая делает всякие Мутные ядерные операционно-системные дела Есть звуковая подсистема Звуковой драйвер Который заставляет Операционку общаться со звуковым оборудованием И, казалось бы, сверху приложение И все замечательно Но нет Хитрые ребята зачем-то Правда, неизвестно зачем Но получилось потрясающе Решили добавить еще одну прослойку Прослойку, так называемые саунд-серверы Эта схема, кстати Unix-овая, Linux-овая И Результат Преизошел всяческие ожидания И, правда, не поборол еще до конца весь скепсис Пользователи Unix-а знакомы с пульсой Многие пользователи Linux-а пульсу ненавидят Но тут вот есть еще одна такая замечательная вещь, как Jack Jack Audio Connection Kit Ее одни боготворят Я, в частности, другие ненавидят люто-бешено И всячески проклинают, обзывая ее поделкой и прочими нехорошими словами Собственно, в чем прелесть Jack'а? В чем прелесть этой подсистемы? Пользователю доступна коммуникация различных приложений То есть, если у вас идет большой набор каких-то синтезаторов, секвенсоров Еще что-то там на каком-нибудь максе вы наклепали И хотите это все дело соединить То Jack позволяет в открытом явном виде Перенаправлять аудиопотоки и миди-сообщения между приложениями Более того, Jack даже на дефолтном оборудовании Встроенном в материнские платы Которая, мягко говоря, не очень Дает крайне низкие задержки при приличных объемах буфера То есть, качество практически не страдает Шанс переполнения буфера и, соответственно, клэпа Который приходится потом вырезать или вообще перезаписывать все Снижается И что самое приятное Если вы все-таки имеете хотя бы какую-то адекватную карточку Ну, у меня, правда, здесь карточка не совсем адекватная Саундбластер на две дырки Простенький Но, за счет... А можно отречердаешь и бежать? Сначала объяснить, чем неадекватно встроены сети ухи Что за задержки? Что адекватно, неадекватно? А, ну, под неадекватными звуковухами Обычно поднимаются звуковые карты Встроенные непосредственно в материнскую плату А чем они неадекватны? Вся проблема в том, что из-за маленьких объемов буфера, не встроенного, сложно добиться приличного качества И для этого приходится увеличивать количество выборов на буфер То есть вы записываете звук У вас заполняется этот буфер данными Считывается Записывается следующий Снова считывается Так как буфер маленький, для того, чтобы записать все это дело более-менее прилично Чтобы запись не кличевала И чтобы у нее не было никаких глючных призвучков И прочих неприятных вещей Приходится делать большой объем записи чтения То есть приходится указывать программе, чтобы она многократно записывала и считывала Из-за того, что этот цикл повторяется слишком много раз, появляются достаточно большие задержки То есть мы дергаем струну Мы не снимаем Мы не снимаем, мы не снимаем где-то сколько? Мы не снимаем Мы не снимаем На другую больше Я просто не скажу на самом деле по килобайтам Потому что я просто задрой Не по килобайтам, но на самом деле я и правда не скажу А, здесь как? Вот Да, совершенно верно А, видите, вот на сопротивленном оборудовании Любить там 300 тысяч сискулов в секунду нету проблем О чем вообще эта речь? О каких задержках идет эта речь? А задержки возникают не из частоты дискретизации Она здесь ни при чем абсолютно Из размера самого Вопрос исключительно в объеме Задержка банальная Дергаем струну, слышим ее только через полсекунды Если себя вам нужно А зачем? А так получается А еще ПО прилично забивает оперативку И это все дело прилично так тормозит процессор Проблемы со мной заказкратят Обработная Вопросы А на парке на путь идет У нас нет Уже из самого паршки А на логику Я думаю, что частота дискретизация Частота дискретизации Дело не только в чистоте дискретизации Дело банально в объеме Но еще размер в сомне У тебя может просто Успеть отбить Если у нас пуфер маленький У нас и задержка маленькая О чем вообще речь? Оьясните мне Что такое клип? Любое смещение фита Мы образуем рисунок волны Любое смещение фита Одного фита Оно несколько отображается на качестве звука Потому что Наш звук Один звук Звук Нечально записан Мы все равно слышим искажения Соответственно, для того, чтобы получить хорошую Неправильно записывать Или это разная вещь? Ну и вау Оно Онозможно Быстро Это разные вещи Ни разу waist Вы можете olhar? В чем вообще проблема? Подпиши от слова Бежэ То, что это Одесято А вот те, кто и в деле Они не понимают Вот я не в деле Я не понимаю Как достигается Лампа Шшшшшшшшры Сильно емко, не содержащийся сильно. У меня там не звуковые камеры, понятное дело, а сетевухи идут аж не тебе запросы. И там гораздо больше, чем звуковых оцеповок в секунду. И там обратишься в коробку речь. О чем речь? Там нету каких-то оцеповок? Ну вот кто хотя бы раз пробовал, Windows работать с дефолтным оборудованием, мы знаем о каких задержках у Д3. Да, есть такое дело, есть такое дело. А если пользоваться дефолтной альцей по тем же Windows, то как раз возникает частое переполнение из-за этого слепы. То есть тут это все такое. Так вот, вынесет такую проблему. Я доставил многие непонятные вещи за кадром. Один замечательный человек написал вот такую подсистему, которая как раз должна была и убрать все эти проблемы. То есть вынести, во-первых, вынести взаимосвязь, даже нет, вынести коммутацию потока года-вывода на уровень пользователя, чтобы он видел, что происходит, чтобы он мог это изменять. Ну и продвинуться в чисто технических вещах. Таких как изменения задержки и так далее. Варьирование такими вещами, как приоритет реального времени и прочее. Но это все на самом деле такие программные вещи. И будем себя сегодня вести как пользователь. Не будем углубляться. Ну, собственно, там здорово отличает жизнь. Что еще в нем приятно? А он имеет подробный лог, крайне подробный. То есть если все запускается хорошо, мы видим, что все запустилось хорошо. А вот если все запускается плохо или идет плохо, то мы сразу видим соответствующее сообщение и поймем, что и где произошло не так. Ну и, естественно, так как Джек является демоном, он для любителей буквы как консоли. Ну и это также имеет графический интерфейс, что, собственно, для остального человечества огромный плюс. В частности, для меня. Джеком пользоваться из консоли лично для меня не очень важно. Ну, собственно, интерфейс, ну вот как он выглядит. Собственно, то, о чем я говорил, вынесение взаимодействий всех соединений на уровень пользователя, и так, а вот у других систем таких вещей не было. Но за счет того, что было указано как бы на части, то, что Джек является не драйвером, а именно звуковым сервером, то есть стоящим на уровень выше, то рукастые ребята вполне себе успешно портировали его как на яблоке, так и на окно. А как же они уже жили в 80-х дозах, ну то есть вот глупые, творчески как-то, творчески отдаленных людей, используя у них одного из двух. А они страдали просто? Они не страдали. Они просто писали, что есть такие проблемы. Конечно. Нет, на самом деле они с такими проблемами не сталкивались. Какой выигрыш дает Джек по отношению к МАКу? Как раз именно вот этот интерфейсный момент, то, что вся коммутация вынесена на уровень пользователя, и он может даже визуально определить, как у него происходит направление подобного. Мне показывали на материчу, как девочки любят такие проблемы. Там тоже вот так же канальчики мышечные. Это было в середине 90-х. А вот тут фейл. Раз такое было. И я с Маком работал немного в другое время, немного с другим софтом, поэтому ошибся. Извиняюсь. Здесь дело не в пони. Здесь дело не в пони. Я ненавижу комьюнити. Господи. Мы любим взяществ. Спасибо, Гну, за то, что он не Unix. Спасибо, Гну, за то, что он у нас в Мани. И многие проекты, свободные, вышли за рамки Линукса и стали доступны пользователям других платформ. Тут я хотел именно на этом заострить внимание, потому что многие имеют рабочие места, оборудованные на другом ПО, на специфичном ПО и железе. Но это им не помешает приобщиться к нашей прекрасной культуре. Итак, самая большая монструозная вещь в плане значимости, скорее, чем по объему, это, допростят меня люди, которые знают, как это правильно читается, ARDUR. Это цифровая звуковая рабочая станция и, в принципе, выполняет те же функции, что и другие станции под любой другой платформой. Их существует невероятное множество. И люди, которые, в принципе, работали с Waze, с Paratus, они увидят здесь очень много знакомых моментов. Проблема ARDUR была в том, что он развивался достаточно медленно. И вот буквально, когда я практически подготовил доклад, мне подложили собаку рейзму или четвертую версию, внеся достаточно много серьезных изменений. На этом скринер. Третья версия, если мне память не изменяет. В принципе, он может то же, что и любая стандартная DOM. Он имеет интерфейс для непосредственного редактирования записанных дорожек, собственно, мультидорожные отображения, различные эквалайзеры, хосты для плагинов и прочие другие стандартные вещи. Казалось бы, то же, что и у всех. Но есть одно но. Четверка стала платной, но ее лицензия стоит 1 доллар. по сравнению с всеми своими конкурентами. Причем, четверка, она практически наступает на пятки всем топовым на нынешний день цифровым станциям. И для подавляющего большинства задач она более чем пригодна. Я ее, конечно, люблю и могу говорить про нее много, хотя ее не говорить, ее надо показывать. А, самый главный момент. По ней, по самой, конечно, видеоуроков очень много. Но, если посмотреть урок почему-нибудь интерфейсно похожему, без проблем найдешь нужный пункт и нужный метод для того, чтобы что-то изменить, отредактировать, сделать и так далее. Но это больше относится к стандартизации, но тем не менее приятный момент. Q-тректор. Помню, во времена, когда я еще был чутка поменьше, и мы делали в интернате дискотеки, мы пользовались тректором. И было крайне приятно узнать, что эта вещь написана на Qt, полностью кросс-платформенной. Кстати, Artbook тоже кросс-платформенный. Правда, есть проблемы со сборкой под Windows. Автор сам не очень любит этим заниматься, и ему это особо и не надо, и он это не скрывает. Под Windows собирает только энтузиаст, и не всегда хорошо. Это вот такая проблема есть. С Q-тректором такой проблемы нет. Он заточен чутка под другие вещи. Если Artbook, несмотря на то, что у него есть достаточно продвинутые, особенно в четверке, редактирование MIDI, там со всякими хитрами, штучками, примочками, прибалутками и так далее, но заточен он все-таки больше под живым звуком работать намного удобнее и приятнее, то Q-тректор, как раз потрясающе подходит для того, чтобы работать с MIDI. Для того, чтобы работать с MIDI и с плагинами инструментов. Что, кстати, еще очко в пользу Q-тректора, это то, что он нативно поддерживает VST. Причем везде. Даже под Linux. Причем поддерживает VST не только скомпилированное под Linux, а даже скомпилированное под винду через прослойку вроде Y. Он с этим вполне себе дружит, и дружит замечательно. Но также замечательно работает и под яблоками, и под окнами, и там даже прослойок никаких не надо для плагинов. Ну и, конечно же, опенсортные форматы типа LADSPA, DSSI и обобщение LB2. Они все со стандартным интерфейсом. Тут даже говорить особо не о чем. А вот тут уже чуть более специфичный парень, но поближе знакомый товарища, начинающий. Много кто работал с фруктами. Те, кто как-то начинали свой чернистый, удачный и не очень путь, они спотыкались об фрукты однажды. Я тоже это делал. И какие-то ребята, очень воодушевленные, восстановленные, решили написать свои фрукты с омконсорсом и Linux. Это, собственно, Linux Multimedia Studio. Интерфейс идентичных фруктов. Да, есть, так сказать, своя отклонение, но давайте здесь писать знак приближения. Что любопытно, так же как и Qtractor дружит с VST из коробки вполне себе свободно. Правда, вот в Linux с VST тут нужно слегка подзаморочиться. В принципе, Linux и VST надо чутка подзаморочиться, но о форматах плагинов я скажу потом отдельно. Это старая боль. Собственно, есть и свой набор плагинов более чем достаточно для того, чтобы что-то выдумывать и изобретать. Ну и самое забавное, что Linux Multimedia Studio одинаково называется под всеми платформами, на которых он работал. Ну, хотя после того, как Ubuntu стало возможным ставить как приложение на рабочий стол, я думаю, таким уже мало кто будет. Так, а что делать, если надо просто что-то уже давно записанное подредактировать, подправить и так далее? Ну, чё. Качаем в сторону-то в салон-форш. Он вроде бы весь нам как бы и не нужен, но тем не менее. Аудаситель. Тоже товарищ аффансорсный, тоже товарищ кросс-платформный. Выполняет практически те же самые функции. Какие-то мелкие отличия есть, но они проявляются в достаточно специфичных и критичных случаях. Я не знаю людей, которые ещё с ними сталкивались, но в теории они должны быть. Собственно, все необходимые инструменты есть у него в наборе. При необходимости повесить какой-то плагин из библиотеки LV2, он вполне с этим справляется, дружит, замечательно работает. В отличие, кстати, от предыдущего софта, который себе всё-таки джек либо требует, либо очень сильно бросит, эта софтина вам и подальше изобразит всё как надо. Это уж если очень сильно не хочется запускать джек. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, говоря вообще о софте компьютерной музыки, нельзя не упомянуть такую вещь, как трекеры. Ну, в принципе, те, кто знаком с интерфейсом трекеров, им особо нечего рассказывать. А тем, кому не интересны трекеры, им, в принципе, оно и не надо. Но вот есть один товарищ, это Сандос, на который, я думаю, должны взглянуть хотя бы разок все. Прелесть — это тоже трекер, но он модульный. Дело в том, что он имеет в себе такой среду для создания синтезатора сборки. Именно по аналогии с модульными синтезаторами, где нужно перекидывать проводочки. Вот. И интерфейс именно построения композиции, как у стандартного трекера. на самом деле штука очень гибкая, очень живучая и занимает крайне мало памяти. Что тоже доставляет, потому что память все-таки приятно забивать громоздкими проектами, чем кривыми руками разработчиков интерфейса или дизайнеров. что еще. Все, кто работал с МАКСом СТ и его полупрозрачными окнами на маленьких объемах оперативки, они, наверное, не касательно выталкивались. На самом деле, про эту вещь надо рассказывать вообще целый курс лекций подряд. «Ребята, как мутить ему зло?» И понеслась. Максимум, все, что я могу сейчас сделать, это его показать. А, важный момент. Он работает вообще на всех. Его можно даже на майнике запустить. И при этом, не то что можно запустить типа вот какие мы молодцы запустили при БСД на фотоаппарате, а именно заточенный под это. А перетаскивать квадратики на сенсорном экране это тоже доставляет определенное удовольствие. Ну и тем более, приятно работать в дороге. Итак. А, нет. Не покажу. Так, что мы? Пробежали еще к крападу на крапом. Пробежали еще к крапу в своем иному софту. А теперь поговорим вообще об аудиосессии. Понятно то, что имея необходимый набор плагинов, можно и вполне себе гитарку под дисторшн записать, и много всяких прочих прикольных вещей наделать. Но гитаристам, по себе знаю, приятно иметь под рукой педалборд. А если этот педалборд помещается в молоку, то еще лучше. И коммерческих решений проприетарных для этого было достаточно много, есть достаточно много. Равно как и open-sort. И вот, моим самым любимым на сегодняшний день является именно рака рака. Он казалось на первом взгляде, ааа, господи, что это такое? Буговки, циферки, ползуночки. На самом деле нужно подавить себе панику и немного приедеться. По сути, это то, что себе гитарист прикручивает к доске под ноги. Абсолютно те же самые педальки с теми же самыми крутилочками. И за счет такого простого интерфейса, и достаточно привычного, к нему очень быстро начинаешь с ним общаться на одном уровне. Конечно, у него есть достаточно приличная библиотека банков, но золотое правило это все настраивает самому. Потому что банки, они слегка косячные всегда. Насколько бы хорошо не были собраны. Естественно, это все дело динамически изменяется, меняется порядок отключения. Здесь, кстати, это все дело линейно как выстроено, так оно друг к другу и вот. Что, собственно, тоже добавляет простоты и понимание всей этой замечательной вещи. И я сейчас сделаю ужасную вещь. Я сейчас упомяну еще про одну подобную софтину и все. Потому что их действительно очень много. С ростом популярности Linux, в связи с появлением большого количества мультимедийного софта, программулинг, плагин и прочего стало очень много. И вот еще одно достойное внимание, я считаю, это гитарий X. В принципе, работай так же, как гитарий. Хочешь, стучай отдельно, хочешь, подключай как плагин у тебя станцию и мочи муку. Про интерфейк тоже особо нечего рассказывать. В описании к программе написано то, что это симулятор монофонического усилителя. Ну, так оно и есть. Крутилки, те же вертелки, те же дырки тоже, собственно. Все сделано максимально приближено к прикладному музицирую. Назовем это так. Так что у нас там дальше? Итак. Вот, ненавижу голубым по игрокам бежать, ну ладно. Итак, у нас есть куда писать, у нас есть чем редактировать, у нас даже есть через что делать всякие прикольные перегрузки с ревербераторами. Не поиграли. Осталось только найти барабанщика или найти уже готового. Потому что готового можно не мучить. И, несмотря на то, что существует действительно огромное множество плагинов, Господи, сколько раз я его буду повторять? Ну, популярность, популярность. Есть такая софтина, которая появилась достаточно давно, вполне себе успешно развивается, и чертовский гип-карт. Это гидроген. Драм-машина. И делает то, что положено в драм-машине. Набиваем сэмпл, вставляем их в песню, включаем и мочим мозгом. Тут больше сказать особо нечего. Достаточно гибкая настройка. Конечно, некоторые коммерческие плагины, они уровнем повыше позволяют делать более тонкие вещи. Но этого более чем достаточно. Более того, здесь можно свободно добавлять звуковые партии. Их существует достаточно много, как свободных, так и, собственно, каких-то закрытых. Которые всегда вполне себе подключаются. И закрытые пока по качеству лучше. Не все, конечно, но и те, которые сделаны хорошими, грамотными людьми. Вещами можно накрутить приличную себе установочку. Приличной партией. Тут все ограничивается фантазией и способностью к физицированию. И самое главное, можно накрутить что-нибудь самому. Это наделать кинембрифанчик. Я, кстати, сейчас под гидроген собираю банк помехок и линчей. Чтобы можно было не заморачиваться. Так, это, собственно, драм-машинка. Приятная, удобная, прохладная. Приятный еще один момент. Это то, что она, битрейт, сразу синхронизирует с долл-станцией, которая на данный момент запущена. То есть, если у вас там запущен ADR, на нем стоит темп 140 ударов в минуту. Вы запускаете, и гидроген сразу себе выставляет 140. И, собственно, сразу все интегрировано. Сразу все готово. Ой, как замечательно. Класс. Я, на самом деле, сам не нарадуюсь. Чурковский. Приятно использовать. Итак, ребята. А теперь для маньяков. Есть ребята вроде меня, которым просто так скучно. И когда друзья говорят, поставь ты себе уже фрукты, научись работать с этим плагином, тебе все достаточно? Я сделаю все сам, я могу. Есть такая замечательная вещь, как MaxMSP. Я человека, конечно, не люблю, но на это есть серьезные причины. В частности, цена 300 убитых и нотов за лицензию, и это со скидкой для студентов, и жутко перегруженной красивостями и тенями интерфейса. Но, благо, человек, который стоял у истоков разработки MaxMSP, сделал свой MaxMSP с Blackjack'ом и 2-мингрессом. И если вы по каким-то причинам решите залезть в такого рода графическое программирование, то Pure Data для вас. Конечно, за 20 лет разработки, она, казалось бы, не релизнулась и до сих пор находится в бете. Но, на самом деле, она чертовски стабильна, я ни разу не поймал ее на вылете. И про Pure Data у меня есть отдельная версия. И полностью хорошо интегрируется с Jack'ом и читает, кстати, MIDI с разных портов и направлений. То есть максимально страйпом система. И работает тоже на все. Даже на гребаном FreeBSD, если вам это надо. Что это гребанное? Правда, человек, который будет пытаться писать звук на FreeBSD, конечно, можно, но... И даже, кстати, это даже не особо сложно будет, если подумать. Потому что, ну, большая часть того, что сейчас прозвучало, это все на FreeBSD спокойно работает. Ну, в принципе, да, почему гребанное, беру свои слова назад. Это типа событийный граф, что ли, да? Что там? Pure Data. Pure Data, чисто да. Типа событийный граф, что ли, или что? Да-да-да-да-да. То есть она вас дает очередность и триггеры на... Это одна из апостасей программирования на Pure Data. И это, кстати, самое распространенное, именно расставляет триггеры и зависимость. А также есть, например, маньяки. Ну, на самом деле, очень крутые чуваки пишут потрясающие книжки. Вот забыл фамилии, вот извиняюсь. Которые занимаются процедурным синтезом. Процедурный синтез — это генерация голая из простых осцилляторов сложных колебаний, типа шагов человека, идущего по гравию, вот таких вот вещей. То есть они их описывают математически и воспроизводят это все дело машиной. И они как раз используют Pure Data для этого. У него достаточно мощный математический аппарат, потому что она все-таки, ну, на достаточно низком уровне стоит в плане математики. И это позволяет делать самые разные вещи от, не знаю, сбора элементарнейшей драм-машинки с интерфейсом приближенным. Какую-нибудь простую драм-машину кто-нибудь назовите, будем считать, что это я сказал. И в то же время, собственно, генерировать какие-то сложные вещи или симулировать живые инструменты. Но это для маньяков. Итак, ну, разве что можно чутка упомянуть о такой вещи, как подкейдж. Единственное ее назначение — это слегка облегчить жизнь. Она просто всё, что у тебя сейчас в джеке происходит, рисует на экране и проводочками обозначает все соединения. В принципе, вещь необязательная, ее многие фейтят, типа, на хрена она нужна занимать место памяти. Ну, в принципе, да, но перескакать по лодочке иногда приятный угол. А самое главное — прохват. Итак, собственно, ибо. Попробуем сейчас в практическом виде воссоздать какую-нибудь аудиосессию. Ага, нет, плохая была идея. Так, ну, собственно, раз иго, так иго. Только вот одно плохо — у меня карточка понит, но это мне просто не везет, на самом деле. Каждый раз, когда я говорю про звук, у меня что-то происходит за звук. Люди, которые были на лекции по PureDate, знают, что звука не было вообще. Вообще так было удобно. Это была встроенная карточка на четыре фонилога. Ну, многие вещи я записывал на встроенной карточке и чувствовал себя превосходно. Я вообще придерживаюсь того мнения, что за последние двадцать лет звуковые карты особо далеко никуда не продвинулись. Ничего нового не было изобретено. А почему ты не хочешь, что звуковые карты уже нет? А почему он его знает? Может, потому что он не попался как-то? Тут просто надо еще понимать то, что я перебрал самый такой, самый, как это называется, самый бейнстримовый софт, и то по нему пробежался, потому что его, мать и боже, до хрена. А, кстати, из современных карточек есть кто-то, кто умеет на посетных колонках работать? Может быть. Я с аналоговым оборудованием дружу на уровне пользователя, и это те немногие моменты, когда я могу показать, что сделайте так, чтобы работал. Так что на этот вопрос я не могу ответить на самом деле. Потому что я не пожалел. Мое дело, собственно говоря. Так что я делаю таким образом и извиняюсь за какой-то ответ на самом деле. Итак, ну что, собственно. Начнем аудиосессию. Запустим джек. И вот это, кстати, самая большая проблема, собственно, причина, почему джек в четвертой версии Hardware был спрятан. Потому что стоишь ты такой и думаешь, что мне делать? Нажимаешь кнопочку старт, ничего не происходит. Ну нет, сейчас произойдет правда, так что я не буду. Итак, думаешь, надо, наверное, поковыряться в настройках. И, собственно, о, мать боже, кто это? На самом деле, с помощью Google-переводчика и пары статьи из Википедии, как тебе настроить, за пару часов разобраться можно. Это если совсем не знакомо. Если со звуком где-то как-то приходилось работать, потому что даже в Микскрафте, если ковыряться в настройках, любить этим заниматься, в принципе, оперируешь теми же самыми параметрами. Так что, в принципе... Итак, собственно, здесь у меня выставлены выходы моей карточки. Дефолтная частота дискретизации и прочие привычные параметры. Гайдов, кстати, по настройке джека достаточно много. Если с ним подружиться, то он начинает очень сильно нравиться. Итак, все замечательно. С джеком у нас все настроено, можно его запускать. Чекаем по логу. Все запустило замечательно. Итак, наконец-то мы можем что-нибудь вытворять. Я расскажу себе. Все по порядку. Итак, есть у нас... Джек, теперь давайте придумаем какую-нибудь переступнюю. Собственно... Запустим... Не знаю, давайте... Будем сразу записывать, будем считать, что я охрененный музыкант, и могу сразу записать. Еще замечательный, кстати, факт по поводу четвертой версии Артур. Это то, что он ест пять раз меньше памяти, чем предыдущие версии. Черт знает, во сколько раз меньше, чем все остальные. Это еще один тот замечательный момент, когда приятно забивать память своими творениями. Нет. А на этой программе сколько? Эээ... Так... Сейчас скажу. Там получается меньше... Что-то в районе тридцати мегабайт, если меня изменяет сейчас. Да, что-то где-то... Вот. Вот. Но за него вам придется заплатить доллар. Собственно. Ну оно того стоит, поверьте. Даже подписка в месяц тоже этого стоит. Да господи, на Твиче подписка дорога. Что такое твиче? Вот, знающие люди посмеялись. Ну это такой сервис, где люди играют в компьютерные игры, матерятся друг на друга, а другие люди смотрят и смеются, как те играют в игры и матерятся друг на друга. И платят за это. И платят за это. Итак, допустим, мы захотим записать вот эту чудесную пианинку. Эта чудесная пианинка, все что она умеет делать, это отправлять миди сигналы. И нужен какой-то софт, который умеет эти миди сигналы принимать, превращать их во что-то адекватное и делать нам из цифр и звук. Для этого можно воспользоваться каким-нибудь флагином инструментов, можно запустить какой-нибудь инкузатор, но я сделаю веселее. Так как я маньяк, я запускаю пьюрдейт. Видите, что происходит, ребята? Вот о чем я говорил, полезный лоб. Самая главная рекурсия. Какой-то. 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 Ну... Это, конечно, все было хорошо, господи Иисусе. Ай... Не везет мне со звуком, не везет. Просто не везет. А это что от того? В пропыли? В пропыли? В пропыли? В пропыли? В пропыли? Да, черт потери! Ну я на самом деле много правильных и православных вещей забыл, а очень много мне рассказал и... Я знаю, это ужасно. Ну, увы, приеме. Формат. Еще черт бюджет. Все же там хорошо. Итак. Открываем мой любимый синтезатор, который я сделал за выходные. Если сейчас все умрет, ничего не умрет. Слава Богу. Итак. Собственно, вот мой любимый синтезатор. По сути, это некая попытка воссоздать в цифровом виде Rose PM. Я сегодня показывать не буду, потому что это не всем интересно. А кому интересно, тот меня сам найдет и спросит. Я всем поделюсь. Итак. А, все. А, все умело, да. Я был прав. Не все, конечно, мы что-то думаем. Так. Ладно, пока оно умирает, попробуем упомянуть, сделаю ужасную вещь, упомянуть проприетарный софт. Многие производители проприетарного софта начали видеть большой интерес со стороны комьюнити к Linux. И портировали такие вещи, как Renoise, вполне себе приличный трекер, Piano Tech, замечательный симулятор фортепиано. Господи, он потрясающий. На Linux. Не допростят меня те, что... Не допростят меня поклонники к Linux за то, что я сейчас восхищаюсь проприетаршем. Ну, только не осуществляю. Ах! 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 – Я пришел, только что, я думаю, другой случай. Ах! ... Так что если это будет по обзору, извините, а как дела стоят с специзаторами гравмашины и подобных мобильных? Потому что подвинутый Mac их очень много, а подвинутый я нашел вофальных ключей. Как раз об этом тут и говорилось. Про включенные части. Да. Нет, просто основная фишка в том, что самый ходовой формат плагинов, это, собственно, VST, VSTI, они сейчас стали поддерживаться в Linux хитрыми и не очень хитрыми средствами относительно недавно. И большая часть из них работать не хочет или делает это очень плохо. Большую работу проделали ребята, разрабатывающие трансфер DSSI VST, который, собственно, подставляет VST-плагин, скомпилированный под Windows, как в DLL-библиотеку, через DSSI-хост и втыкает его в какую-то станцию. И сейчас, благодаря этому, стала возможна работа с VST и VSTI без использования Vine. Vine, как бы мы его все не любили, это все-таки мразь чертовски нестабильная. Хотя кто-то его и не любит. Чего уж я? Чего уж я подъединяюсь? Это, собственно, единственная проблема. Просто успели написать больше. VST стал в свое время стандартом де-факто, а подвинуться, чего такого разработать банально не успели. И когда понеслось, мы сделаем свое с open-source и рогами, VST убежал далеко вперед и по нему успели понаделать достаточно много хороших и не очень плагинов. И поэтому сейчас, если и стоит искать какие-то плагины, это именно, собственно, на хосте, точнее использующий трансфер DSSI и VST, использовать VST, либо брать бинарник Artur, собранный с поддержкой VST уже сразу, либо использовать контрактор, который и так его поддерживает из коробочки. Но правда, собранный под Linux и собранный под Linux есть. Их тоже что-то в районе сотни-двух, их тоже не очень много пока, но эта вещь, она массово пошла, ну, где-то года четыре назад всего. То есть вот. И обычно пользуются либо LW2-плагинами, либо какими-то внешними вещами, типа гидрогены, если речь о драмаше. Так, всё замечательно, всё зафорекло. Вроде, я не уверен. Точнее, если бы я это увидел минуту назад, я бы был во всём уверен. Синтезатор. Есть. Замечательно. Восстанавливаем параметры MIDI, чтобы у нас сигнал с чего-то холл. Замечательно. Пять. Вроде всё идёт. Вообще нет. Ребят, всё работает, чем время. Негоже мне так удивляться, но тем не менее. Ну это аура. Знаете, самый ответственный момент, что должно испортиться. Итак. Создаём сессию с названием ASDM. И, казалось бы, всё замечательно. Я не буду показывать весь цикл работы со звуком, потому что... Да потому что не успею банально. Но вот. Итак. У нас запущен джек, у нас запущена станция. У нас включен тарантаз, и весь горит лампочками. Значит, настало время быть мутом. Для наглядности. Запустим вот эту штуку, о которой я говорю. Итак, посмотрим, что у нас здесь происходит. Собственно, фиолетовиким у нас отображается MIDI. И сама клавиатура у нас отображена щиткой. То есть видно, что Pure Data принимает в себя входящий сигнал в виде клавиатуры. А всё замечательно. Смотрим, как дела отходятся звуком. И вот тут вот неплепопытный момент. То, что у нас из Pure Data звук выходит сразу в систему. И он же идёт в арду, и из него снова выходит система. И на практике это всё приводит либо к какому-то дерьму в колонках, либо просто к неожиданному результату. И эту вещь вообще желательно либо фиксить, либо глушить выход ардура. Так. Заслышили? Всё замечательно. Ну и делаем стандартные вещи. Добавим фон на дорожку. Что там по таймингу? А, отлично. Сейчас, сейчас, сейчас наделаем. Сейчас. Мы ещё успеем всё сломать, заново собрать, поднять. Итак, создали дорожку. Дорожка у нас здесь уже появилась. Появилась? Да, создана. То есть мы можем безнаказанно тыкать из одной софтины, входы-выходы в другую. Да, можно тыкать провоточки, но это на самом деле больше для наглядности, потому что обычно это хрень нафигу норма. Это всё можно сделать из меню джека. Вот такой замечательный штуки. В принципе, тоже самое. Но там нагель. Итак, всё есть. Замечательно. Чекаем. Тишина. Если кто-то видит, что я делаю не так, сразу скажите, потому что я начинаю паниковать и материться у себя. Так, ладно, проверим напрямую, потому что что-то здесь идёт очень хорошо. Понимаю, что. Ладно, тестим напрямую. Господа. Лук на руку? Да. Просто постоянно такое бывает. Если что-то упало, то ищешь потом причину там, где это упало. Хотя надо было просто выкрутить ручку волью. Я её специально где-то нарисовал. Так, мы устанавливаем параметры, они у меня, правда, здесь не подписаны, но это всё параметры огибающие. По времени. Так, реанимка выкрукала. Всё замечательно. Ну, в каком случае, год делать дефолтные вещи. Так, чтобы особо не заморачиваться, выберем какой-нибудь паттерн. По-прикольнику. Господи, я уберу метронавт. Не хочу. Ай, господи. И вот именно в такие моменты начинаешь ценить домашнюю пыль и домашнюю пыль. А вот, что-то мы отключали, оно записано, оно. Так, ну я опять не делал каких-то запомнить вещей. Сейчас проверю. Я просто где-то не нажал дефолтную кнопку и сейчас не могу ее найти из-за того, что ругаюсь на себя. Да, на самом деле, то, что там сейчас получилось, особенно если у меня еще руки не тряслись, я не сбивал этот паттерн, но на самом деле на экране хреново видно, звучок-то записан. Да, на самом деле, можно как-то поприлично визуализировать. Так, сейчас. Будет все дело побыстрее. Да, я просто помешиваю. Все дело вечернего. Так. Все, есть. ПОПикают. ПОП Kateют. ПОПИТ. Ну тут на самом деле просто сейчас не стоит кнопочка, чтобы это всё дело можно было слушать. А так, в принципе, всё получилось так, как и можно. Отрывчик записан. И дальше вступают, дальше я снимаю себе всю ответственность и выкладываю её на автор гайд. Как записать свой прорыв, радуйся. Матерь Божья. Самая главная фича на самом деле здесь состоит в том, что открытая коммутация позволяет в реальном времени, при наличии большого количества источников, это всё дело варьируется. И на самом деле, мне поработка оказалась чуть сложнее, чем я думал дома. Естественно, на месте автора могла быть абсолютно любой другой софт. В принципе, и сама организация рабочего места и всё изменение и редактирование. Например, если бы мы сменили PureData на какой-нибудь синтезатор... Если бы мы сменили синтезатор PureData на какой-нибудь вот такой, пускай это будет ключин. И мы просто меняем выходы, выбираем отсюда, тыкаем сюда и продолжаем записываться. И это всё без... ну вот так. Мы всё видим и просто перетыкиваем проводочки. И именно вот эта вещь на самом деле и привлекает. Ругают, конечно, многие модульность, типа вот, как хрена всего, напичкана. Зачем, непонятно. Самое главное, что пользователь, даже со свежим клятвом, в ЛТК в такое с пару минут он увидит всё, что у него происходит со звуком. И независимо от того, что он подключает этот свет, зачем, он будет видеть все эти зависимости. И это позволит ему эффективно работать. Так. А, ещё. Минутка архайки. Да, здрасте. По поводу Qsync. На самом деле это касается не только Qsync, это касается ещё и некоторых секвенсоров, типа RoseGarden. Они дружат с таким достаточно старым форматом, который сейчас уже многие похоронили, а некоторые вообще не слышали. Как soundphones. У меня, кстати, здесь вот в блоге показано, что оно сюда подгружается. И, собственно, сентеки работают достаточно просто. Принимают MIDI-сигнал, соотносят это всё дело с .sf-файлами, и выдают. Практически так же, как это было на старых добрых карточках. И ещё до того, как аудио стало. И MIDI был аппаратом. Давайте забьём, наверное, сейчас больше ничего не покажу. Здесь. И из-за некоторого хаоса. Маленькое дополнение ещё по поводу нестандартного, что ли, наверное, использования джека. Он, на самом деле, тоже вполне сильный способ. А такой замечательный видеопроигрыватель, как VLC Media Player, в бутве всего прочего, поддерживает джек. И, поковырявшись пару часов в его настройках там, где вы до этого не ковырялись, обнаружите достаточно любопытную вещь. То, что если иметь джек и VLC Media Player, то можно вполне себе без особых усилий транслировать радио с говорилками и живым и не очень умом. И про такие вещи, как оказалось, мало народу знает. Но, тем не менее, имея VLC какой-нибудь сервачок, можно вполне себе поднять в студию и развлекаться с друзьяшками. Интернет-радио. Ну, наверное, это всё. Какой-то вывод, наверное, надо сделать. А, собственно, какой вывод? Можно и не напряжен. Это вот два самых главных момента. Порог вхождения такой же, как и под другими системами. Ну, собственно, всё. Ну, собственно, всё. Ну, ребята. Характер. Какой из представленных программного продукта? Какой вы посоветовали для, например, подбирания здоровых шумов без звука, без записи? Да. Да. Спасибо. Следующий. Да, это не столько вопросов, сколько пожеланий и рекомендаций. Да. У вас наиболее лучшее, вот я не знаю, еще будет выступление или нет, или последнее поступление, да, потом будет. У вас лучшее выступление с мыслями евангелизма, то есть вы как бы мотивированы, то есть как бы все остальные либо за работу, либо по обязанности, а у вас, в смысле того, вы этим живете горите. А второе у нас как бы организация охраняется. То есть вот добавить вам организации, организации, организованности. Добавить вам организации, мы совсем забыли. Ну, спасибо, я успел это подметить, правда поздновато. Зачем? Евангелизм в смысле части, вот человек хвастает, ну, рассказывает. Ребята, давайте спорите со всем. Рассказывает. Тебе это интересно, тебе это интересно, и ты им расскажешь, и ты интересно рассказываешь, и начинаешь этим интересоваться, при том, что знаешь, где это совсем не нужно. Ну, то есть заражаешь. А, ну, можешь, лучше. Спасибо. Расскажи еще про гитару. Ну, то есть пианино-то показало, может есть пианинка. А, про гитару. Ну, хорошо, ребят, сейчас покажу. То есть вы про гидарьки говорили, если у меня нет настоящей гидарьки, можно с этих ножки смотрите? Можно. Сейчас на пианинке покажу. Нет, можно, в принципе, гитару лоткнуть. Можно на словах играть, я просто. А, на словах? Давай еще зайдемся, как бы тут сам концерт. Можно потом подтыкать фиксы. Да нет. Ладно. Так, можно... Суть вопроса еще раз, я тогда не совсем лагер в таком случае. С гитарой, в принципе, работа такая же, как и в остальных местах. Либо мы используем какой-то внутренний флагин для эффекта и втыкаем гитарку в джек. Вот у меня он где-то здесь. Либо используем какую-нибудь программную примочку, типа ракарака, которую я показал. И гоним поток на какую-то аудиодорожку. Или сразу в колонечке, если просто хочется учетом поиграть. Вот так. Это если я правильно суть вопроса, вы не поплавили, если честно. Не-не-не. Правильно. А как делать педаль без палок? Укнулся здесь ничего. Ну, то есть, гитарой можно больше какой-то интерфейт. А если у меня аут-дизайнер? Что-то, да? Хороший вопрос. Руль батареи-элегантно. Руль батареи-элегантно. У-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. А там есть палки-телек, где можно будет снизить, икредлять педали... Да, а там есть такой интерфейс. Это нужно специальную педаль, а в ней в ней? Руль? А в ней на аркты? А в ней? То есть там есть интерфейс, там выводим с собой. То есть, на руку лить ногами его хватает. Но если он будет передавать сигналы в нужном формате, я просто, вот как раз с миди-управлением в ракараке я работал в чертовский балл, потому что у меня одна рука всегда свободна. Вопрос такой, если есть возможность, то есть и устроиться в какой-нибудь, там, еще одна клава или еще одна пушка, укладывать все в комнате и... Да, вот, вот что я забыл сказать. Можно. Работаем. Причем это можно делать на абсолютно разных уровнях, хоть в строении какого-то синтапфа перед этим, хоть наобнер. Я так понимаю, вопросов больше нет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ